Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся. Это новый выпуск, и я приехал в Лазаревское. Погнали смотреть. А начнем мы с вами с аквапарка Наутилус. В прошлый раз, когда мы здесь были, он не работал, а сегодня тут народу очень много. Вот по ценам, сохраняйте. Я тут не был, не реклама, просто актуальная информация. Ну а теперь пойдемте гулять по самому поселочку. Территория аквапарка, все выкрашено. Посмотрите, сколько там людей. Ну, горок немного по сравнению с геленджикским, например, аквапарком, но тем не менее достаточно. Ну, нормально как бы, хватит. Людей, детей там, конечно, много. Да, слушайте, да и цена, в принципе, адекватная. Здесь, кстати, есть ярмарка. Сочинские ярмарки называются. Там все можно, короче, купить. От батона до микрофона. Так, мы с вами будем двигаться на пляж. Будем смотреть обстановочку, сколько тут людей. Походим, посмотрим, потому что последний раз, когда мы здесь были, здесь еще не начался пик туристического сезона. А сейчас, ребята, конец июля. Самое то. Сюда приехало, я не знаю, по России. В принципе, очень много людей выбирают именно этот поселок, потому что тут дешево, как говорится, дешево и сердито. Ну, реально. Тут есть прекрасный детский парк, который, кстати, нам тоже понравился. Пройдемся там, я тоже вам покажу. Прикольная набережная, дешевые цены. Ну, и что нужно еще? В отдыхе. Если даже сравнивать с Адлером и Сочи, то для такого бюджетного отдыха Лазаревская самый топчик. Прямо вот сейчас 100%. Я когда-то вообще не понимал этих людей, кто сюда приезжает. А потом, конечно, да, когда мы здесь посетили, окей, была не погода, но тем не менее, нам зашло. Все, пошла туристическая улица. Дальше по левую руку, вот ШД пути идут, нам нужно перебраться сейчас за них, а потом уже мы попадем к морю. Будем там идти. Но сначала вот такая вот туристическая улица, здесь всякие экскурсии, панамки, чурчкелы, орешки, специи, все что угодно, ребята. Вот их пять экскурсий. Там на заправке возле аквапарка джипов стояло, уазиков. Я не знаю, сколько, ну штук, наверное, 15. Все заправляются, видимо, сейчас как раз отправляются, отправляются на экскурсии. Единственное, что помните, если вам говорят, экскурсия стоит 800 рублей, вы типа такие вот, типа как дешево, то помните и закладывайте в эту сумму еще определенную копейку, потому что где-то нужно покушать, что-то перекупить, где-то разведут, там, типа нам наметом и так далее. Вот, поэтому знайте и помните, все, сейчас будем переходить дорогу и продолжать наш путь. Ребята, мы достаточно долгое время прожили в Сочи, посетили просто максимум всего, что здесь можно посетить, и написали свой авторский гайд. Цена этого гайда всего лишь 490. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Там есть все, начиная от Лазаревского района до самой Красной Поляны. Чтобы приобрести, напишите либо мне в директ, либо Настеньке в директ, в инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Продолжаем. Вот я думаю и думаю, как же круто посещать все вот эти туристические поселочки, города в разное время, в разные месяца. Буквально месяц назад, когда мы здесь гуляли, здесь вот эта улица, она вообще была пустая. Вообще. То есть тут было минимум машин. Сейчас вот июль все оживило. Смотрите, здесь все сдано, а здесь висела везде аренда, и все просто сдавалось. А сейчас вот стволку сделали. Здорово. И сейчас я переходил по пешеходному переходу. Такая толпа просто и на пляж, и с пляжа тоже переходила. Да, ну ладно, сейчас посмотрим, сколько я в детском парке, на набережной. Сколько людей, ну и конечно же, сколько купается. И самое главное, какое здесь морюшко в июле. Купил себе самцу. Она вкусная очень. Стоит 95 рублей. Что скажете? Дорого, недорого? Мне кажется, дороговато. Ну блин, но она прям вкусная. Ну что, мне был очень нужен перекус. Съела эту самцу. Очень вкусная, очень. А мы с вами начинаем двигаться к морю через все эти запахи. Поэтому, поэтому я тоже опытный. Я перед тем, как зайти в этот туристический проход, где я знал, что будет пахнуть очень вкусно, я сразу купил самцу, наелся и теперь уже начинаю двигаться вместе с вами и обозревать вам этот замечательный поселочек. В общем, здесь все наконец-то пооткрывалось. Еще месяц назад все было закрыто, а сейчас все есть. Вино, вкусняшки всякие, фрукты, овощи, сувениры, игрушки. Или, не знаю, вон роллы продают, пиццы или все-все-все есть. И это очень круто, что теперь ты идешь по этой улочке и с двух сторон, просто берешь и покупаешь все, что тебе хочется. Я точно знаю, что всем, кто приезжает в отпуск, и мы это однозначно хочется сделать. Я вон там вдалеке уже вижу просвет, там морюшко. Обязательно, обязательно мы искупаемся, независимо, какое будет море. Обязательно. В Лазаревском, по-моему, я еще не купался, поэтому нужно это сделать. Смотрите, кто с детками. Здесь есть такой лего-центр. Вот видите, такой прикольный. Вы думаете, что сюда тормознуть детей на какое-то время, а сами погулять по Лазаревскому. И очень-очень круто, что здесь тень. Вот на той стороне нету, а на этой стороне тенек. И это очень-очень хорошо, классно. Ой, не знаю, ребятки, в каждый раз приезжаю в Лазаревское. И мне очень нравится этот поселок. Сейчас, конечно, людей просто тьма. Мы идем. Посмотрите, сколько людей в ту сторону, в эту сторону. Да. Мы все довольны, что приехали отдыхать. Отдыхать. Ну все, вон оно, морюшко. Пойдемте, пойдемте. Кстати, и как ориентир, эта улица называется, по-моему, Калараш. Как-то так она. Калараш или Калараш. Как правильно точно... Как правильно произносится, я не знаю. Неместный. Вот такая перехмахерская здесь. Смотрите, как красиво они сделали. Блему. Что это салон красоты. Еще экскурсии. На каждом углу, ребята, экскурсии. Их тут реально очень много. Овощи, фрукты. Надуважки. Ну, в общем, обычная классика. Туристическая. Мы ее каждый день смотрим. Все. Все для туристов. Пожелать, чтобы появилась галма. Чего, Больтона? Так. Да, палатки, палатки. Трах первой мороженой, кстати, который я увидел. Что-то взгляд у меня не падал на мороженое. Здесь, кстати, можно прям сюда подъехать на машине. Но здесь, сами видите, обстановка. Здесь минимум парковочных мест. И найти себе местечко для тачки будет очень сложно. А вот там, где я ставил машину, я возле заправки. Там норме, кстати, как лайфхак. Можно прям на заправке тормознуться. Так. Пляж называется Калипсо. Очень какой-то он узкий людей. Посмотрите, как тут место купания для детей. Вот. Поэтому, наверное, давайте мы пойдемте по набережной. Прогуляемся подальше. Морюшко сегодня очень спокойное. Ой, какой кайф туда. Конечно, очень много людей. Очень много. Здесь вот можно взять саппорты. Как ориентир. Пойдемте, наверное, по набережной. С пляжем, я думаю, все понятно. Посмотрим, что есть на набережной. Мороженое славится, кстати. Краснодарское. Мороженое дешевое. Здесь, конечно, чуть-чуть подороже она, чем в Краснодаре. Но в Краснодаре стаканчик. Минимальная цена 12 рублей. Здесь, по-моему, 30. Но, тем не менее, это недорого. Там внутри нету? Кафе. Закуски, кстати. Кто интересуется ситуацией по коронавирусу. Я думаю, что вы сами все прекрасно видите. Никто ничего не носит. В кафе, в магазинах тоже. И никому это не нужно. Вот. Как бы. Мое мнение. Просто какая-то политическая игра. И все. Сезон здесь должен быть. Вот рекрутят. И ни в коем случае от него не откажется. И вот он уже детский парк аттракционов. Он, ребятки, огромный. Давайте сразу пойдем туда. Посмотрите. Я вам покажу, что здесь есть. Но он реально классный. Цена, качество прям норм. Здесь, смотрите, есть такая крокодиловая ферма. Сами выбирайте, идти вам не идти. Мы, конечно, не совсем любим все эти темы, типа зоопарков. Гулящий шар. Вот тут есть сразу туалет, кому нужно. Он бесплатный. Комната страха. О, кстати, свеженький установили. Вот это чемпион Дакара. Садишься как бы в машину и едешь. Вот это, кстати, прикольная штуковина. Ее не было. Колесо обозрения лазаревское. Считается, типа, мол, самое-самое высокое. Только не знаю, где. В Краснодарском крае. Или в Лазаревском. Не знаю. Здесь и океанариум, и зоопарк с пингвинами, экзотариум, великаны. Вот эти виртуальные всякие очки. Потом, значит, 300 рублей. Тир 250, призовая игра. 200 рублей, призовая игра. Моушн всякие сферы. 28D кинотеатра. Господи, только нет. Раньше было 3D и 5D. А сейчас просто всякие разные. Вот колесико поехало. А самое, кстати, клевое, что здесь, в этом колесе, это то, что здесь разные кабинки. Видите, есть, например, такие. Есть закрытые. Как показать-то, где оно? Вот, видите, есть закрытые, а есть развернутые. Прикольно. Как бы есть выбор. Так, здесь оплата только наличными с 18.00. А по ценникам, вот, открытая кабина 500 рублей, закрытая тоже 500 рублей. С 11 до 24 они работают. Также тут есть аттракционы для более взрослых. Например, вот эта. Либо башня свободного падения. Это уже для более взрослых детей и, в принципе, ну, вообще для взрослых. Вот. Вот так, друзья, выглядит. И вот оно, колесо обозрения, поближе. Здоровско. Здесь, значит, есть единый билет, 700 рублей покупаешь и, получается, во все вот эти штуковины идешь, что, в принципе, очень удобно. А это мы сейчас заходим в сам парк, где, ну, в общем, много всего для детей помладше. Здесь, типа, вот тоже, видите, свободное падение, но это для детишек помладше. Есть гинопарк. Ограничение, ребята, абсолютно любого вида гулять было настолько, сколько... Опять шары. Там же все пара наши, глянь, глянь, глянь. Вот. Вот такой вот парк. Прикольный очень. И еще такой плюс у него, это то, что он находится на 90, наверное, процентов в тени. То есть, гулять здесь с детьми одно удовольствие. Помимо платных всяких трансляторов, здесь вот есть всякие детские площадки. Совершенно бесплатные, да, вы можете просто пустить туда ребенка и все. Ну и сам парк. Очень много улочек, очень много проходок. Вот, типа, мини, американские горки. И это клево, потому что, если в Сочи американские горки, они для взрослых, да, и ребенка вашего не пустят, то вот здесь вот эта миниатюра. Ей, детворе, конечно, хватит. Много чего нового установлено. Прям здорово. Да, все пооткрывалось. Вот она тема, когда ты приезжаешь не в июне, не в июне в Лазаревское, а ребята, в конце, в конце уже июля, и получаешь вот такое шоу удовольствие. Вот, а там есть вот детский картинг. Ой, потяните одно удовольствие, это, конечно, да. Ладно, вот я вам, в принципе, парк показал. Вот, видите, полозаки какие-то. Есть вот такие батуты. Парк я вам показал. Пойдемте с вами отправляться на пляж. Вот что, ребята, вот мы с вами выходим с пляжа и попадаем на набережную. Где вообще такая дежуха? Слушайте, просто обалдеть. Просто обалдеть. Я, конечно, понимал, что Лазаревское нравится людям. Мне кажется, в Амеретинке столько же людей. Ну, серьезно. Пляжи битком. М-м-м-м, красота. Красота. Это пляж лазурный. Давайте с вами пройдемся. Посмотрим на морюшко. Здесь, кстати, вход на второй этаж. Можешь туда подняться. Прямо тут продают всякие убивашки. Есть настил. Вообще-вообще-вообще-вообще. Берег, конечно, не широкий. Но, тем не менее, мне кажется, достаточно. Людей как в Анапе. Хотя нет, в Анапе нет свободного места. В Анапе вообще такая тема. Там все стоят. А тут, по крайней мере, все лежат. Что очень здорово. Так, ну давайте опять вернемся на набережную. Посмотрим. Там. Так, это кафе. Да, видите, все зафункционировало. Свинина 140, баранина 300. Что здесь еще? Семна 330, если 3 на 650. Вот так, да, немножко вам по ценам посадка не полная. Ну, наверное, просто еще не вечер, а тогда обед. Тут есть столовая. Так. Опять 140, 160 шашлык. Ну, в принципе, плюс-минус. Ценники одинаковые. Так, здесь набережная, ребятки, продолжается. Вот стоят всякие еще аттракционы. Да. Вот для детей стопудово. Еще кайф. Кстати, я сейчас вспомню, здесь есть тоже пирс. И можно пройти на самый конец пирса. Вот видите, Сочи, Лазаревский район. Везде в Сочи стоят такие, типа Хостинский район, Центральный район, Альберский район. Вот тут можно взять всякие прогулки, катера, выбрать себе, направиться в индивидуалку, либо с группой. Но по ценам не подскажу. Проще вам приезжать сюда и самим уже познакомиться. И вот мы как раз на этом пирсе сейчас находимся с вами. Да, сейчас до конца дойдем. Точнее, до конца не получится, только до середины. Но в целом достаточно понять обстановку. Людям не хватает обычной зоны. Они купаются вот в технической. Вода, ребята, очень чистая. Поэтому однозначно мы покупаемся. Это значит, а страна Лазаревского. Смотрите, сколько людей. Мы идем, барахтаются. Чистая вода, очень чистая. Ой, какой кайф. Квадроциклы, гидроциклы, точнее, бананы. Вот спуск. Да. Вода очень чистая. Но пляж, пляж вообще битком. Я не знаю, где на тебе такое место, где будет не битком. О, вот отсюда парни вообще ныряют. Так вот. Оп. Прям с моста. Глубина позволяет. Кого и снимай, кто пойти? Мы дождемся макашка. И вот та сторона. Мне, кстати, по-моему, поглубже. Вот гидрик подходит. Слушайте, очень круто. Очень круто, но битком. Сигаются с альтушками по-разному. Конечно, с мостов прыгать запрещено. Я лично не рекомендую. Хоть сами и бывает, но можно очень неправильно зайти в воду и себе что-нибудь в легком случае отбить. В серьезном случае сломать. Так, вот гидрик отходит. А, нет, он только приплеил. Ну и вот он, ребята. Пляж. Я даже не знаю, где нам окунуться, потому что народу, конечно, вообще тьма. Давайте пойдем на ту сторону. Мне показалось там чуть-чуть поменьше, потому что мне надо оставить в сумку на пляже. Так, туалеты. 25 рублей. А вот здесь вот туалет бесплатный, но не работает. Вот такая вот тема. Он как бы есть, но как бы его нет. Слушайте, я, конечно, жду от вас в комментариях. Поддержку данному выпуску. Пишите, кто любит отдыхать в Лазаревском. Кому нравится, кому не нравится. Интересно. Очень интересно почитать, потому что... Ну, здесь правда, здесь как в Мелетинге. Битком. Очень много людей. Да. Все поехали отдыхать на море. Это так круто. Так, а этот пляж как называется? Я забыл его название. Это пляж Лазаревский. Давайте. Сходим туда. Есть кабинки. Сапборды. Новенькие, кстати. Классно. Вообще, мне нравится, когда прокат сапборды делают, и все новенькое. Так. А вот тут сейчас, наверное, зайдем и искупаемся. Здесь, правда, техническая зона. Слушайте, даже встать не огибающее. Слушайте, свободно зайти вообще не получится, потому что у людей тьма. Вода, кстати, она прозрачная, но она такая типа мухноватенькая. Ладно, давайте на счет три. Раз, два, три. Вода теплющая. Класс. Так, давайте еще раз нырнем. Раз, два, три. Блин, от души, от души отслежиться. Так, ну все, я пошел. на берег. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Клаков Лазаревская пишите в комментариях. Я, конечно, показал вам не весь поселок, но его основную часть, чтобы вас, так сказать, в него влюбить. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. И дайте активности данному видео. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...